всем привет продолжаем путешествие по моему городку почтамская 7 дворец канцлера безбородка центральный музей связи имени попова дом курского знаменского монастыря и дом топоркова русский классицизм 1780 1790 годы архитектор джаком акваренги частично сохранены старые дома 1829 архитектор глинка василь альсеевич каос альберт катаринович изменение интерьеров 1837 каос альберт катаринович перестройка углового зала дворца 1870 архитектор любимов николай андреевич переделка фасада 1870 архитектор руководство альбертович 1918 главного управления северо-западного округа ну и в 1924 здание стало центральным музеем связи имени попова в 2001-2003 годах была реконструкция реставрация руководством шандерович автор проект было построено для видного государственного деятеля времен екатерины второй александра андреевича безбородка безбородка возглавлявший в числе других учреждений почтовый департамент приобил два каменных дома близ почтам то по дворе курского знаменского монастыря на углу выгрузного переулка ныне переулка подбельского и смежный дом танцора топорково построены в 1756 году избородка объединил дома и создал дворец сравнительно скромный по внешнему облику но великолепно отделаны внутри при перестройке домов были сохранены стены и частично внутренние планировки чертежи домов утрачены но ясное представление о них дает аксонометрический план я цитирую википедию 1829 году здание приобретено почтовым ведомств проект фасадов со стороны почтамской улицы и чертежи интерьеров здание дошли до наших дней 1792 году безбородка приобретает большое количество картин он говорит о том что он должен был построить большую картинную галерею потому что приобрел достаточное количество картин двери разместилась западном флигеле выходившим из своего фасада в переулок здешнем моем доме вы найдете много нового например бывшая спальня обита по теперешней моде красным бархатом и в нише имеет бюст императорский а на двух сторонах двери два их величества портреты голубая гостиная с портретом покойной государственной превратилась голубую бархатную портрету ее сделала новая великолепная рама а на столе стоит пьедестал с медалем ее царствования спальня превосходная вещавшие 16 вернетов видимо имеется ввиду картины французского художника клода вернет ну и завершающим аккордом в истории строительства этого дворца снова возведение 1797 1799 годах большого парадного зала известно что в октябре 1797 года безбородка приобрел у тамиловый участок по двум причинам одна из которых датируется 5 октября а другая 8 октября скорее всего это покупка была сделана с целью расширения дворца 1799 году александр безбородка скончался хозяин младший брат александра андреевича илья андреевич безбородка того времени граф сенатор член госсовета уже с 1809 года часть дома стала сдаваться в наем и свое время жили министры куракин шишков козадавлев голицын 1815 году умер или андреевич безбородка особняк перешел ее вдове одни и ванны безбородка по девичестве шире ну а после кончины анны и ванны дом по наследству переходит княгине клеопатрии еленичной лобановой ростовской девичестве безбородка а также александр григорьевичу и григорию григорьевичу кушалевым сыновьям любови еленичной кушалевой старшей дочери безбородка по любовному разделу дворец достался графу григорию григорьевичу кушалеву 1825 наследники решили продать дом безбородка почтового департаменту за 400 тысяч рублей ну и когда начались торги голицын это начальник почтового департамента доложил об этом императору александр первому тот велел торговать дом сторговались стороны лишь в 1829 году то есть четыре года торговались остановились за триста пятьдесят тысяч рублей продажи этого здания 1829 связи с покупкой здания почтовым департаментом была изменена отделка всех интерьеров на устроение дома потратили восемьдесят одну тысячу рублей основные перестройки здания проводились архитектором василий глинки и альбертом кавосом 1837 году с этого года здание принадлежало ведомству связи после переезда в восемнадцатом году значком почтеля в москву помещения были переданы вновь образованному главному управлению северо-западного с 1935 года дворец безбородка признанный памятник архитектуры перешел под охрану государства во время войны сильно пострадал от артаб стрелы но был отремонтирован и в 50-м году в 1950 часть экспозиции была открыта для посетителя кстати безбородка решил в своем ближайшем особняке устроить церкви для почтовых служащих она была освящена 26 февраля 1795 года разместилась на верхнем этаже дворцового флигеля здесь она пробыла три года а потом была перенесена в дом стоящий на другой стороне почтамской улице образа для этой церкви написал аванов после покупки в казну дворца безбородка рам вернулся в него но уже в бывший танцевальный зал с хорами архитектора глинки 122 храм был закрыт через два года иконостас был вывезен музей отжившего культа в родном зале накануне семнадцатого года размещалась церкви в двенадцати апостолов туда ходил на службу набоков сыном будущем писатель ну вот так вкратце о истории дворца канцлера безбородка центрального музея имени попова находится на почтамской улице дом 7 пока пока до свидания и и и и и и и и